Утренние соцсети встретили меня горячим обсуждением легализации проституции в Украине. И меня даже не удивило то, что многие патриотические граждане, которые называют себя патриотами, ну это те, у которых страницы все в цветах национального флага, говорят, что в этом ничего плохого нет. Посмотрите на Японию, посмотрите на Нидерланды, да вы посмотрите на Германию, посмотрите. Да, друзья мои, совершенно верно. Но я вам расскажу, как в этих странах. В этих странах туда идут те, кто или вообще пробка в голове, то есть умеют только ноги раздвигать, больше ничего не умеют и не хотят делать. Или же туда идут те, кому это нравится, то есть, ну, немножко сдвинутые по фазе, потому что нормальному человеку не может нравиться, когда его трахают каждый день разные люди по 20 человек. Что же мы имеем в Украине? К сожалению, это нищее государство. Это не мои слова, это слова и украинских, и европейских политиков, не оппозиционных. К слову, 50 долларов, минимальная зарплата, 50 долларов, ребят. Из этого следует вывод, что туда будут идти не потому, что так хочется и не потому, что там просто ничего другого не умеют, а для того, чтобы выжить, для того, чтобы жрать. Таким образом смею предположить, что моя любимая страна в ближайшем времени может стать страной борделей. Вы скажете, да, она и так страна борделей, а я вам скажу, вы не совсем правы. Если проституция это, что там у нас, админка, да, то вот организация борделей это уголовка. Уголовка снимается. Супер бизнес на чужих. Блок Петра Порошенко поддерживает данную инициативу в лице Юрия Луценко. Но Юрий Луценко вообще весьма последовательный и честный человек. Вот вчера, допустим, он рассказывал, что человек, который бьет милицию и его поддерживает общество, ну, значит, ненормальное общество какое-то. А вот клон Юрия Луценко. Это не он, это его клонированная копия на Майдане. Рассказывает о том, что оружие привезли. Теперь будет чем защищаться, когда вскрыли склады в областях и переправили стволы в Киев. Вот тоже его клонированная копия. Пишу в на. Вот здесь он по лицу получил. Нападал как раз на милиционеров. Ну, хотя это был не он, это была его клонированная копия. А вот уже настоящий Юрий Луценко. Тот, который выступил за легализацию проституции. Дочек у него нет, а так бы если были, я уверен, что он даже пример показал бы, как надо их отправлять в бордель. Впрочем, его дочки не голодают. Что-то ненормально говорит с обществом. Ну да, сейчас общество поддерживает легализацию проституции. Все нормально с обществом. Продолжение следует...